Добрый вечер, я с Илья Луков, я работаю Кринпис в энергетическом отделе. Собственно, сейчас с Кринпис мы занимались таким проектом, связанным с запрещением воздуха в городах. И я расскажу вам про проект, который мы делали. На самом деле, мы уже почти год, даже не почти год, а год уже. Мы начали где-то в середине июля 2017 года делать эту карту. Выпустили ее в конце августа. И потом я расскажу, что дальше происходило. В общем, вот рассказ мой будет про веб-карту «Чем дышит Москва». Начнем сразу с карты. Это вот то, как она сейчас выглядит. Это карта на сегодня, 31 июля. Значит, вот этот фиолетовый круг означает, что в Москве сегодня в 8 утра был превышен уровень серого дорода. Был превышен блогигиенический ароматив, не очень сильно. Это происходит довольно часто. Ветер дул в центр Москвы. И, возможно, кто-то даже смог почувствовать его некий спашок. Вот. Собственно, это то, как она сейчас выглядит. И я расскажу, как мы вообще к этому пришли. Ну вот, собственно, моя презентация, она будет вот так делиться на три таких куска. Это идея, откуда вообще делась идея этой карты. Это данные, в общем, с чем мы работали, с чем мы столкнулись. И эта разработка, про нее я расскажу так довольно поверхностно, потому что там можно, естественно, много часов рассказывать. Но я расскажу общие принципы и какие-то наши key findings после этого проекта, как мы вообще разрабатывали вот такую большую интерактивную продукцию. Значит, то, что касается идеи. Как я говорил, в Клинпис мы занимаемся таким проектом, связанным с загрязнением воздуха. Мы начали в России, ну, в принципе, и в мире. Мы его начали в прошлом году. Проект связан с решением проблем глобальной изменения климата, а также проблемой качества воздуха в больших городах. Вот. Это такие две взаимосвязанные проблемы. И они в большей степени связаны с таким неустойчивым использованием автотранспорта в городах. И, собственно, загрязнение воздуха – это была такая входная точка в проект. Через эту тему мы объясняли, как вообще решить всю эту проблему. И у нас там было огромное количество активностей. Вот тут на слайде акций, которые мы делали в прошлом году. И вот две из них в России. Это Георгий Доносец. И Чижик выжит в Петербурге. И, собственно, мы искали пути, как людям объяснить проблему вообще грязного воздуха. Вот. Мы знали, что есть там различные данные, различные сервисы, которые показывают всю эту информацию о качестве воздуха. Но люди, в общем-то, там мы проводили опросы. Они, в общем, ничего не знают. Они не знают, где это все смотреть. И нет какого-то удобного механизма, инструмента, чтобы это все наблюдать. Вот. В Москве, например, на тот момент существовал сайт Москомониторинга. Это такое подъемственное правительство Москвы, организация, которая занимается экологическим мониторингом. И у них на сайте просто, собственно, выкладывались вот такие адовые таблицы. Там что-то выделялось красным. Были какие-то цифры в миллиграммах на кубический метр. То есть такие полотнища данных по, условно, 54 станциям автоматическим. В общем, ну, надо было очень долго разбираться с тем, чтобы вообще понять, что где происходит. Можно было посмотреть на вот такие графики. Ну, как нам показалось, тоже не очень информативно. Вот. И кроме того, что они не очень информативны, по нашему мнению, они были еще всего на последние 48 часов. То есть, в принципе, какую-то динамику проследить, посмотреть, что было там, не знаю, неделю назад или в какой-то другой момент. Очень сложно было. Вот. Собственно, но это довольно хорошие данные. Это очень, кроме представления, это, можно сказать, была единственная проблемность всего. Так-то, Московский мониторинг — это, в общем-то, прекрасная сеть станций, которая в таком режиме реального времени практически представляет информацию о качестве воздуха. в, сейчас, 54 точках Москвы. Там можно выявить всякие закономерности и временные, и пространственные. В общем, просто нужно было как-то это проанализировать. И, собственно, мы начали анализировать всю эту информацию, ну, просто пользуясь какими-то настольными ГИС, смотреть, с чем связаны, там, высокие концентрации, почему там в одной части были высокие, а другой низкие, как это было связано с погодой. В общем, ну, анализируем, анализируем, как я и говорил, что там будет доступно только 48 часов, и мы просто, ну, в самом начале собрали очень простой парсер, который, собственно, считывал все эти данные, складывал их в таблицу, и потом мы просто смотрели на больший промежуток. Осоединяли там, смотрели, какая там есть внутрисуточная динамика. В общем, это было такое чисто любопытство. А потом, как бы, в какой-то момент я подумал, ну, действительно, данные идут таким потоком непрерывным, и, в принципе, их можно вот в таком режиме реального времени визуализировать. Естественно, настольный GIS для этого не подходит. Вот. И... Ну, речи сначала не было о том, чтобы показывать это широкой аудитории, какой-то людям, потому что мы сами с трудом понимали, что вообще это за данные. Вот. Ну, мы решили, как бы, для себя собрать такое веб-приложение. Вот. Собрали веб-приложение, посмотрели. Ну, вроде как, даже интересно, там, какие-то... Ну, гораздо удобнее смотреть, чем в таблицах, тем более. Ну, и чем просто загружать в, там, не знаю, какой-нибудь аргиз эти таблицы и смотреть, как это все отображается. Вот. Собственно, это была такая самая простая визуализация. Вот. И потом... Ну, там была какая-то речь про то, что нам нужно как-то рассказывать о загрязнении воздуха. И наши коллеги европейские, да и мы тоже сами проводили измерения свои. У нас были собственные приборы, которые мы там замеряли качество воздуха. И, в общем-то, в Европе это очень хорошо срабатывало. Очень большой интерес был средств массовой информации у людей к такой информации. Вот. И это, в общем, вопрос о том, что в нашем проекте, в нашей колоникации мы очень активно использовали вот эту вот тему измерений качества воздуха, измерения концентрации грязняющих веществ. Особенно тех загрязняющих веществ, которые связаны с автотранспортом. И, ну, как-то мы тоже, в общем, рассчитывали это, что там делать. И уже начали думать, как мы это будем там представлять. Вот. И, в общем-то, как-то эта идея лежала на поверности. Кроме того, что мы можем нашими силами что-то делать с помощью наших там измерений наших приборов, у нас же есть, собственно, вот эти данные мостского мониторинга, которые накапливаются. Ну, просто нужно подумать о том, как их визуализировать получше. Ну, и, в общем, мы думали-думали. И, собственно, потом мы пришли вот к такой истории. То, что мы как бы парсер… ой… В общем, что парсер складывал данные, ну, как бы парсер работал в какой-то момент, ну, даже сейчас он работает с четверть данных каждые полчаса. Он складывает все эти данные в серверную базу данных. Вот. Мы собрали простую веб-карту в рефлейте, вот, которая через эти запросы подгружает из серверной базы всю вот эту информацию с концентрациями, которые окранят в серверной базе данных. И сначала на ноутбоксе мы собрали такую простую подложку, вот, минималистичную. И, в общем-то, вот все это собрали в один такой сайт. И, в общем-то, все это так и заработало. Вот. Собственно, это вот другая картинка. Ну, в общем, тут вот видно, что очень много информации мы скрупировали в такие блоки. То есть у нас есть информация по веществам. Ну, как бы там их чуть больше собирается. Просто вот 15 веществ, по которым есть довольно такая распределенная информация. Ну, это вот есть основные загрязнители, есть там менее распространенные органические загрязнители. Там по двум-трем станциям есть информация по ним. Потом мы сделали блок времени. То есть информацию можно было смотреть на каждый час. Можно было осреднять за любой период. То есть это все, ну, как бы делалось на лету, вот, через эти запросы. Ну, и, собственно, это отображалось. Вот очень простой вот этой истории с кружочками просто. Вот. Понятно, нас спрашивают, почему мы не показываем, как бы, такие поля загрязнений. И так далее. Ну, тут, в общем-то, невозможно показывать никакие поля загрязнений. Потому что качество воздуха – это такая суперлокальная характеристика. Она меняется вот здесь. Одна концентрация антиоксид азота, а через 20 метров она будет совершенно другая. И там огромное количество факторов, которые на это влияют. В принципе, есть модели, которые как-то моделируют вот это все распространение загрязнителей. Но у них не очень большая точность и уж не очень сильно, не очень большое разрешение. Самые точные, там, плюс-минус – это километр на километр. Когда вот в этом квадрате вычисляют какую-то вот среднюю концентрацию. И то там используют в качестве входных параметров все на свете. Начиная от, не знаю, погодных условий, условий застройки, озелененности и так далее. То есть просто, условно, провести изолинии между вот этими кружочками было невозможно. Ну и, в принципе, сама по себе информация без всяких изолиний и так далее, в такой простой форме, она была достаточно для того, чтобы, ну, как-то сделать какие-то выводы. Вот, например, вот сейчас вот тут вот, это все в виде красных кружочков. Красные кружочки – это превышение, ну, гигиенических нормативов. Вот здесь вот диоксид азота. Вот, то есть видно, что практически во всей Москве, ну, там, это, по-моему, месяц назад, не очень больше, сложились такие условия, что просто на всей территории города были очень высокие концентрации вещества, довольно опасного. Вот, и, собственно, мы через это тоже рассказывали, что вот, как только в Москве наступает какая-то хорошая погода, или какое-то затишье, нет ветра, то сразу можно наблюдать такую картину. Вот, ну и немного истории. Собственно, после того, как мы запустили, через три недели Москмониторинг прекратил свое существование. Вот, они закрыли сайт, они срочно занялись его модернизацией, то есть до этого их ничего не смущало. Там, в десять лет существовал этот сайт, ничего не менялось. То есть там, вот эти таблицы как были, так и, собственно, остались. Вот, через три недели после запуска нашей карты они, собственно, объявили модернизацию, сказали, что это такая плановая работа, она давно планировалась и, собственно, все. Вот, как раз в сентябре прошлого года начались все эти скандалы с полигоном Кучина на востоке Москвы. Там все вообще, там, потом всю осень там какие-то были газовые атаки по вот этому югу-востоку и востоку Москвы, даже до центра доходило. Вот, но информации никакой не было и, собственно, вот ведомство говорило, что у них сайт модернизируется. Вот, и, собственно, я даже показывал, они выпустили вот такую карту. Вот, но она нам что-то очень сильно напоминала. До этого у них, в принципе, никакой карты не было, но на карте вместо красных прыжочков были зеленые. Вот, ну, то есть они решили так преподнести эту информацию и, ну, сейчас вы можете, она там все работает, собственно, открыть эту карту и посмотреть, собственно, как все это выглядит. Там, не знаю, там есть некоторые интересные моменты, вот, и в основном там вот концентрации порядка нуля, потому что по каким-то причинам они решили сравнивать концентрации средней с другими геническими нормативами, которые там в 10 раз больше. Вот, ну, мы им писали о том, что так нельзя делать, но, в общем, пока у них сайт до сих пор находится тоже в таком тестовом режиме, и они ничего не планируют исправлять. Но, как мы смотрим, у нас есть, естественно, вся аналитика на нашей карте, люди продолжают ее смотреть. Вот, и, собственно, вот после вот этой истории с закрытием сайта «Моском мониторинг», мы устроили такую общественную кампанию успешную. Там у нас была Китица, например, у Москвы, мы собрали там 20 тысяч подписей. Ну, для конкурсов очень важно, чтобы люди увлекались, в общем, даже через такие темы. И вот, потом мы даже акцию провели, повесили на департамент, предопользованный такой 4-метровый освежитель воздуха. Вот, ну, это была такая, типа, символ того, что, как бы, вот вам вместо данных о качестве воздуха просто освежите. Вот, и вот буквально через несколько дней сайт заработал вот в такой новой версии. Ну, еще где-то, ну, несколько недель мы потратили на то, чтобы разобраться как уже с этого сайта парсить данные. Вот, оказалось, что, в принципе, там все возможно, хотя выглядит очень там все так красиво, там все летает, такие интерактивные графики. Вот, но, тем не менее, ничего невозможного нет. И, в принципе, эту информацию можно было доставать в один из таблиц, но вот из таких графиков, вот, и, в принципе, никакого труда это не составило. Ну, и, кроме того, мы добавили вот такую историю с ветром. Вот, есть у океанографической и гидроинзерологической службы США такой глобальный сервис по ветру, вот, который можно прикручивать на всякие ингредиенты и так далее. Вот, мы его прикрутили, он пока работает только на безархивной информации, он работает только на сегодняшнюю дату, вот, и там тоже с электронными ограничениями, но он показывает такую, в принципе, историю, куда и с какой силой дует ветер. Вот, и, собственно, что мы обнаружили, почему вот эта карта в первые два дня существования, у нас, собственно, вот я говорю там про мой бокс, слэш карток, потому что от мой бокса нам пришлось отказаться через два дня. Вот, мы пользовались таким аккаунтом, где разрешено бесплатно 50 тысяч просмотров, вот, у нас за первые два дня было 3 миллиона подкруженных тайлов, в общем, мы даже не знаем, сколько это было просмотров, ну, там сложно вообще посчитать. В общем, суть в том, что мы превысили лимит в 200 раз, и у нас отключилось, собственно, мой боксами, мы использовали бесплатные подложки, вот, ну, мы находимся в переговорах с мой боксом, вот, чтобы они нам на какие-то, они даже сказали, что, в принципе, на какие-то такие форс-мажорные истории они, ну, сделают безлимит, типа, вот, на конкретную подкарту, вот. Вот, и, собственно, то, что мы нашли, что эта история, ну, она имела очень большую социальную значимость, то есть люди действительно находились в каком-то неведении, а тут, ну, открылся такой ящик Пандоры, и люди узнали, чем они дышат, хотя, вроде, вся эта информация была доступна, просто с помощью карт получилось в более какой-то доступной форме это довести. Вот, это то, что актуальные данные, почему этот проект, мы много занимаемся картографией в Greenpeace, у нас есть большой GIS-отдел, и у нас российский офис лидирует глобальную такую картографическую лабораторию всех офисов Greenpeace, и мы очень много делаем карт по всем возможным проектам, и часто случается, что мы делаем, делаем карты, а они оказываются такими одноразовыми, ну, то есть, там, не знаю, условно, какие-нибудь уникальные леса, мы картографируем, картографируем, вот, там, не знаю, пять месяцев, вот, выпустили карту, и через два дня об этом уже все забыли, вот. А тут, как бы, был такой адский труд, вот, такой гигантский проект, который был призван показать вообще всю историю, всю вот эту вот катастрофическую историю с уничтожением лесов, но он, вот, там, прожил буквально, там, несколько дней. Ну, можно возвращаться к этому, но, тем не менее, часто оказываются одноразовыми историями, вот, собственно, ну, карта воздуха, она оказалась историей такой, которую можно, которую мы еще очень долго эксплуатировали, даже пока она не работала, и когда она заработала, это тоже был такой медиаповод, к которому, с помощью которого мы, не то, что мы там запустили карту ради карты, что эта карта как раз рассказывает об этой проблеме, и это был еще один способ привлечь внимание к этой проблеме, вот. И, собственно, основным таким моментом мы считаем, что это актуальные данные, то есть, данные, которые актуальны в любой, в любой момент времени, вот. Ну, и то, что это многоразовая история, минималистичный дизайн, мы тоже поняли, что это тоже сыграло свою роль, что там не было каких-то сложных, там, механизмов и так далее. И то, что там были простые аналитические функции, что, ну, люди могли посмотреть, сами выбрать какую-то, не знаю, посмотреть, какой период они хотят осреднить, на какой период они хотят осредние данные, какой график построить. То есть, там, в принципе, не было таких расширенных функций, как, не знаю, у некоторых WebGIS или вообще там, ну, GIS-продуктов. Там были очень простые такие штуки, но их было вполне достаточно, чтобы вовлечь людей, чтобы они там провели, не знаю, там, не пару секунд, посмотрев и ужаснувшись, чтобы они там просидели, ну, не знаю, там, минут 10, там, тоже за этим следили, сколько люди, в принципе, в среднем проводили на этом слайде. Вот, ну, и чуть-чуть еще про разработку, собственно, то, что мы, как мы вообще работали, вот, мы, не знаю, может быть, это давно уже где-то прописано, мы не какое-то агентство картографическое, мы никогда не занимались разработкой таких продуктов, но мы сразу себе четко очень представляли, как будет выглядеть финальный продукт. То есть у нас было 40 эскизов, условно того, как и при нажатии какой кнопки, что как будет выглядеть. То есть у нас были расписаны все сценарии, там, типа, нажимаешь на диоксид серы, и там у тебя появляется это, потому что, например, здесь прописаны все возможные алгоритмы, и они уникальны для некоторых веществ, например, потому что там для сероводорода нету определенного норматива, и поэтому нельзя, например, смотреть средние данные по этому веществу, а можно смотреть только данные по часам, вот, и, соответственно, там меняется весь алгоритм представления, там нельзя смотреть максимальную среднюю концентрацию, вот, можно смотреть только разовые концентрации и так далее. То есть мы прописывали очень много алгоритмов, и, ну, сразу изначально представляли, как будет выглядеть финальный продукт. Вот, и что мы планируем делать дальше? Ну, у нас, как бы, тоже ограниченный ресурс, но надо продолжать, там, не знаю, спасать планету, вот, и не только эту карту делать, хотя она нам очень понравилась, вот. Собственно, мы хотим доделать на этой карте такую историю с источниками загрязнения, они все известны, то есть кроме информации о загрязнителе, ну, о концентрации загрязняющих веществ, мы хотим нанести такой слой основных загрязнителей промышленных и транспортных. Вот, это, в принципе, довольно легко сделать, может быть, просто тут затраны немного. Это сделать архивные условия, чтобы можно было смотреть информацию не только на сегодня, но и вообще на весь любой интересующий период. Сделать, попробовать сделать из этого мобильное приложение, ну, тут у нас расходится мнение, нормально, как бы, работают ли мобильные приложения или лучше все-таки мобильная версия сайта. Ну, и договориться с моббоксом, потому что с помощью моббокса можно сделать красивую подложку, вот, там, русскоязычную и так далее, с любой прорисовкой, детализацией, расцветкой и так далее. Вот, и мы это планируем в ближайшее будущее сделать. Ну, и, в принципе, чтобы как-то собрать воедино вот эти все истории, чтобы узнать, там, мнения разработчиков. Нам очень много пишут, очень много людей писало, как бы, что они предлагают нам сделать, что они могут даже сами сделать и так далее. У нас огромное количество людей благодаря этому проекту появилось, которые готовы нам как-то помочь и поучаствовать в этом. Но мы думаем, что в ближайшее время мы проведем что-то наподобие хакатона, с помощью которого мы сможем, не знаю, придумать какое-то там продолжение вот этой всей истории. В общем, спасибо вам большое. Спасибо большое, Василий.